Гамлет в 3D формате. Неповторимый Евгений Миронов 3,5 часа с помощью какого-то невероятного мультимедийного куба раскрывает зрителю образ Гамлета. Как это происходит? Мешают ли технологии актеру? Или наоборот помогают раскрыть какие-то новые грани образа? С этими вопросами мы обратились к Евгению Миронову. Очень интересно. Вот смотрите сами. Безусловно, это новаторство. Такой способ повествования в одном очень концентрированном пространстве, которое может стать трансформером, не меняя декорации, так сказать, не задники, не опуская. Что касается Гамлета, то это было придумано не ради того, чтобы удивить или просто новаторство, а это было необходимо рассказать эту историю с помощью одного артиста. Это была задача. Это моноспектакль, соло. Слушайте, что я вам расскажу? А вот и те. Как это сделать? Так, чтобы артисты не уходят практически со сцены, могут быть разными персонажами. Тогда возникла вот эта вот фантазия, и у Робера Лепажа очень мощная команда, которая этим занималась. То есть это не фокус ради фокуса, это все работает на идею спектакля. Либо в таком положении пол, либо в таком положении пол. А мне необходимо быть, в принципе, не в таком состоянии, а вот в таком, чтобы был оптический обман для зрителей. Само по себе это уже неестественно. Поэтому это было много репетиций, специальные обувь у меня, чтобы я не съезжал, не скатывался. Куб, это уже мой очень близкий товарищ, с которым я очень себя осторожно, деликатно веду, потому что кто знает, как он может себя повести через пять секунд, через минуту. Я не знаю сам до конца, как он устроен. Это вопрос, наверное, к художнику спектакля. Для меня это загадка. Я не понимаю, как... Раз, два... Да? Три. То есть я не понимаю, сколько даже стен. И в каждой стене столько секретов, столько дверей, каких-то маленьких дверей, или больших дверей. И тут эта дверь потом и так не установится. Это полный транспорт. Театр живое искусство, и он этим и интересен. Потому что один спектакль не похож на другой. В этом и прелесть. Мало того, спектакль растет, он меняется. И я сам не знаю, как я буду сегодня играть спектакль. Такой достойнейший король.